Специалисты проводят промывку всех труб, подсветок и самой чаши. По расчетам рабочих, чистка всех элементов должна занять два дня. В Нижнекамске началась массовая расконсервация фонтанов после зимнего периода. Последующий будет, спустимся ниже, подвергаться будут ревизии насосов, 11 штук, полностью очистка, ревизия клапанов. Охота сделать, чтобы уж красиво было. И плитка, применяем химию, чтобы известковый налет отошел, и цвет плитки соответствовал фонтану. Сегодня работа началась в парке имени Габдуллы Тукая, в парке «Семья» и в сквере Лимаева. Такой новостью жители города оказались, несомненно, рады. В прошлом году толком он не работал. Ждали, ждали, когда с внуками приходили, а он не работал. А если он будет работать, то будет очень здорово. И вечером красиво смотреть, он же разными огнями горит. И интересно все-таки, и для молодежи хорошо. Фонтан нужны, конечно, очень красиво. Он нежзагодно работает, приятно ходить, гулять, смотреть. Очень удушевляет. Классно, что будут детишки играться, родители, любоваться, вечерами гулять, слушать, умиротворение в парках. Завтра пройдет тестовый запуск, а сам сезон, если говорить о фонтанах, в городе начнется 1 мая. Что же касается конструкции на Красном Ключе, то сроки ввода в эксплуатацию пока неизвестны. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.